Всем огромный привет! Начинаем новый влог. Хотела в начале влога тут вам показать продукты от бренда Тезори Торренте. Даже не показать, а уже поделиться своим впечатлением, потому что я все уже их попробовала. У меня уже сложилось определенное впечатление, мнение, которым бы я хотела с вами поделиться. Первое, про что я вам хотела рассказать, это вот такой вот гель у меня, Византия гель для душа. Мне понравился, еще таки очень аромат. У меня, кстати, их аж четыре, точнее три уже. Один я подарила маме. Очень такой приятный для меня. Когда я его вдыхаю с упаковки, для меня прям какие-то конфетки, карамельки такие. Сливочная кожа проявляется и цветочность, и пудровость. Такая уходовость мне очень нравится. И все-таки, наверное, приобрету я себе парфюм, потому что действительно очень понравилось. И, кстати, это у нас идет гель для душа, то есть он не заявлен как крем-гель, черная роза и лабданум. Я вот слышу, что это такое сливочно-кремовое. А мне кожу он не сушит абсолютно, то есть комфортный, приятный. Это, кстати, упаковочка такая классная, что можно на крючок. Они так классно придумали. В общем, классный гель, он мне понравился. И также, кстати, и вот такой вот у меня. Это японский ритуал. Вот таким вот образом выглядит он у меня. Тоже классный гель, тоже не сушит кожу. Аромат приятный. Розочка, пион, личи, цитрусы для меня. И такой же, кстати, у меня есть аромат. Аромат у меня вот таким вот образом выглядит. И что касается этой композиции, это у нас цветочный аромат. Верхний нот – пион, цитрусы, камелия, грейпфрут и бергамот. Средние ноты – розы, фрейзиас, мантус, ландыш и жасмин. База – это пачули, мускус и кедр. Что касается аромата, на старте он такой прям рисковатый, яркий. Там такие цитрусовые аккорды и пион. Далее для меня начинает проявляться роза. И на протяжении всего аромата я уже слышу розу. Но она такая, я бы сказала, терпковатая. Возможно, даже суховатая в том плане, что я не ощущаю сочности, какой-то сладости. Красная – это роза или зеленая. Она какая-то такая сдержанная. Кстати, на мне держится аромат достаточно долго. Где-то часа 3-4 точно держится. Мне кажется, за такую бюджетную стоимость это прям классно. И звучит он интересно. На старте, да, когда вы только распыляете, есть ощущение вот этой вот резкости прям. Но это быстро так расходится, и аромат становится приятный. Кстати, так интересно, что здесь цитрусы, цветочные аккорды. Но при этом я ощущаю такую древесную ноту. Кедровые орешки, как будто бы что-то вот такое. И знаете, для своей стоимости аромат звучит очень даже неплохо. Мне бы, конечно, было интересно познакомиться со всеми этими ароматами. По возможности, может, себе приобрету. Но классные, действительно классные. Прям очень захотелось познакомиться со всей линейкой. Потому что для такой просто мега бюджетной стоимости аромат звучит неплохо абсолютно. И здесь у нас объем 100 мл. Далее, что касается шампуня, у меня вот такой вот Vashen Go. Это шампунь у нас против перхоти. Этим шампунем у меня пользуется муж. Он, кстати, покупает шампуни против перхоти. Ему нравится Клэр. Потом он пользуется также Пантин Прови, по-моему, или Head & Shoulders. Head & Shoulders, по-моему. В общем, вот такие вот шампуни. И этот ему тоже очень понравился. Он сказал, прям классный волос, мягкий, хорошо промывал. А я использовала вот такой вот шампунь. Это у нас для поврежденных волос. Глубокое восстановление, деликатное очищение, легкое питание, бережное расчесывание, дополнительный объем. Тоже классный, приятный такой аромат. Хорошо промывают волосы, действительно тщательный. При этом волосы не сухие. Знаете, когда промываешь волосы, он не сухой, а все-таки немного увлажненный. Еще до нанесения бальзама или маски. Вот этот шампунь так и работает. Классно. Понравился мне тоже. Далее мне вот такой вот здесь гель мужской. Муж тоже мой оценил его. Сказал, приятный аромат. Хорошо промывает, очищает. В общем, классный гель. Сказал, что ему понравился. Вот. И что у меня здесь еще? Это вот такая вот профессиональная линейка. Это у меня бальзам и шампунь. Мне понравилось. Сейчас я пользуюсь. Я вот этот шампунь несколько раз пробовала. Мне вот понравился. А вот сейчас на постоянной основе я пользуюсь вот этой вот линейкой. Это у нас BioPoint Professional. А здесь у нас шампунь и бальзам. Как салонный эффект так уйдет. Мне нравится, кстати, очень, когда у шампуни вот такая вот помпа. У шампуни, у масок, у бальзамов. Это классно, круто. Кстати, у шампуня такой невероятно приятный аромат. Он вроде жвачкой пахнет и чем-то таким карамельным. Очень приятный. Такой прям вкусный аромат, я бы сказала. Тоже хорошо промывает волос. Действительно, волос мягкий, такой приятный. И бальзам. Тоже он такой достаточно густой. Его надо немного на нанесение. Вот такой вот здесь объем. Вот, считайте, вот столько у меня здесь не хватает. Я раза три его использовала. В общем, совсем чуть надо. И волос действительно выглядит после него хорошо. Классные продукты, мне понравились. Очень действительно прям довольна. И вот единственное, теперь мне бы хотелось бы очень познакомиться со всей линейкой вот этих ароматиков. Потому что действительно очень бюджетно, очень достойно. Я еще давно, кстати, смотрела отзывы на ютюбе. Также в инстаграме видео, что очень хвалили. Парф-любители, не только парф-любители, вообще бьюти-блогеры. Вот эту линейку. Мне всегда было очень интересно познакомиться. Вот с одним ароматом я теперь знакома. Так, вот такие вот дела, девчонки. Что касается этих продуктов, приобрести их можно в интернет-магазинах. Это Wildberries, Ozone, они представлены. И также вам, кстати, оставлю ссылочку на официальную страничку по инстаграме. Можете также писать туда. Возможно, уточнять, в каком магазине можно приобрести тот или иной продукт. В общем, данные все оставлю под видео. Но я осталась довольна. В общем, классно. Действительно, ароматом. И гели. Мне безумно понравились гели. Мама моя тоже в восторге. Я ей подарила вот такой, вот такой гель. Она просто в восторге. Говорит, ими прям жалко пользоваться. Хоть, говорит, для красоты оставляю после того, как используешь. Так все сделано классно. Действительно, очень приятно. Поэтому молодцы ребята. Постарались прям классно над оформлением. И, кстати, вот с этой линейки, в принципе, с любой линейки у них представлены и гели для душа. И даже, кстати, видеокондиционеры, по-моему, для белья бывают. Вообще классно. Вот такой вот кондиционер для белья я бы очень хотела. Прям такой приятный. Там девчонки классные. Но я думаю, что многие знакомы уже с этой линейкой. Так вот, на этом продолжаем с вами влог. Много всего интересного будет у нас в этом видео. Сейчас буду пока заниматься домашними делами. По работе чуть надо такое что сделать. И потом пойдем с дочерью гулять. И зайдем, наверное, в Боксбори. И получим посылочку. Мне там такая интересная посылка пришла. Тоже в этом влоге покажу, что там у меня. Поэтому впереди много всего интересного. Оставайтесь со мной. Так, девчонки, мы сейчас собираемся ехать по делам. Я вот тут выбрала себе аромат дня. Нанесу сегодня на себя вот этого розового мишку. То и два баблгам. У меня, кстати, его тут не так уж и много. Я с девчонками немного делилась. И уже очень много сама использовала. И знаете, что интересно? Как-то на днях нанесла на себя этот аромат. И забыла. И к вечеру хожу и не могу понять, что так приятно, сладенько пахнет. Я уже и так, и так думаю, откуда это пахнет. Радишкаф профимерный я не открывала. Вот только что больше ничего не наносила. И потом я уже вспомнила, что я с утра нанесла на себя вот этого мишку. И как же он классно продержался на мне весь день. И так же приятно пах к вечеру. Поэтому, девчонки, когда у нас уже появятся в свободном таком доступе флаконы по 100 мл. Я все-таки думаю, они у нас появятся. Я обязательно себе куплю. Как раз, я думаю, к этому времени у меня уже закончится полтинничек мой. Я себе обязательно куплю соточку. Пусть у меня будет. Мне он нравится. Да, кому-то он химозный, несерьезный. Это дело каждого. У нас у всех вкус разный. Мне аромат понравился. Мы, кстати, сейчас едем по делам. Поснимаю вам по дороге наш город. Потому что вы просите снимать, показывать какие-то такие интересные и красивые места. Возможно, мы будем возле набережной проезжать. И если получится, вам немного поснимаем. Может, зайдем с вами в какой-то магазин. В общем, оставайтесь со мной. Много всего интересного у нас с вами впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Сегодня сейчас зайдем в Магнит Косметик. Адрес я вам подпишу. Здесь просто были... О, здесь и Фикс Прайс даже есть. Значит, и Фикс Прайс зайдем. В общем, посмотрим, что там интересненького есть. Там ТЦ Европа. Будем сейчас сказать, с какой стороны заходить. Смешно. Красиво, красиво. Нет, спасибо. Пока посмотрю сама. Ага, спасибо. Что там, что, Арина, смотри. Что? Ага. Старышки. Сказать, что? Что? Добрый день. Обращай внимание за товар. Прекрасно. Потому что мне отказала мать, а я не объясню вам. Как раз эта косметика для подростков. Мне кажется, битюбом вся эта не особо-то серьезная. По крайней мере, то, что я пробовала, ну так себе средненько. Так что здесь тоже косметика. Моя любимая Вилайн, очень мне нравится их косметика. Акция что-то. Кстати, косметика Доктор Серенька не видела здесь. Кстати, хорошая косметика. Пробовала, мне нравится. Так, сейчас сделаем фикс прайс, посмотрим, что тут интересно. Угу. Кстати, да. У меня подносик. Милашки какие. Милашки. Милашки. Т.е. Светлана. Мы не можем запустить в башню, чтобы все нам расположены, это милашки. Это милашки. Вечер. ну боже, искра вот всякие бьюти штуки вот всякие бьюти штуки итак, девчонки, я уже дома в принципе в магнит косметики мне ничего такого прям не впечатлило, потому что там по хорошей цене, конечно, был аромат от Сальвадора Феррагана но я не стала его брать, потому что я знаю что он мне все равно будет стоять у меня есть уже два аромата от этого бренда один это у меня прям такая ностальгия с такого своего подросткового периода второй аромат как-то у меня не очень идет пока стоит, поэтому я решила не брать тем более там не было тестеров, слепую даже за 600 рублей, в общем решила не брать единственное, что купила в фикс прайсе это вот такой вот сок, это мульти овощной со свеклой, с мякотью, 100% сок я вам про него уже говорила в предыдущем влоге, мне он понравился, муж мой и дочь считают, что это борщ в упаковочке, но мне нравится смотрите, какой классный состав, ни ешек, ни гэшек никаких нету, хороший состав, поэтому вкусный такой, правда по ощущению есть такое чувство, что это борщ только не хватает мяса с картошкой но в принципе очень такой приятный для любителей томатного сока, если вы хотите что-то такое пикантное, чтобы было немного свеклы и тут петрушка прям явно ощущается то присмотрите, девчонки прикольно, вообще в принципе эти соки такие довольно неплохие и в фикс прайсе они стоят выгодно 55 рублей стоит такой сок, здесь у нас литр, правильно? да, ровно литр и сейчас я пойду схожу в Боксбори и получу свой заказик и покажу вам чуть позже какой девочки, сейчас вернулась домой смотрите, какую красоту получила это вот такой вот чудо ободок от бренда Симона с помощью которого можно накручивать волосы получаются очень красивые локоны и при этом вы не травмируете свой волос сейчас мы с вами вместе протестируем этот ободок мне было очень интересно как же он работает что у меня получится потому что отзывов очень много также мои знакомые девочки уже заказывали такие ободочки остались в полном восторге и я вот тоже очень захотела познакомиться с такой вещичкой поэтому с вами сейчас вместе протестируем и посмотрим, что у нас получится какие у вас получатся кудри поэтому оставайтесь со мной сейчас будем с вами тестировать и кстати, пока у меня ободочек будет находиться на голове то есть наши кучеряшки будут в процессе мы с вами будем разбирать ароматы здесь я взяла такую вот коробочку с пробниками и мы с вами будем в хаотичном порядке доставать ароматы и я буду свое такое впечатление высказывать и в каждом влоге теперь у нас будет такая традиция что мы будем с вами разбирать ароматы и сейчас я переключаю камеру и будем с вами вместе тестировать ободочек и знакомиться с ароматами так, девчонки, давайте приступим мне прям очень интересно протестировать что же у нас получится во-первых, что касается вообще моего волоса волос у меня от природы волнистый то есть он не кучерявый то есть у меня нет прям таких явно выраженных кучеряшек он просто волнистый во-первых, он волнистый во-вторых, он у меня пористый соответственно, мне это не очень нравится я его либо выпрямляю, либо накручиваю потому что вот такой вот внешний вид мне не особо нравится здесь более кучерявый, тут более ровный поэтому я часто использую плойку это, конечно, очень пагубно влияет на мой волос действительно очень пагубно потому что в последнее время я стала часто накручивать волосы на плойку Я прям заметила, как волосы у меня становятся с каждым разом хуже и хуже, более сухие, мне уже, правда, мало какие маски помогают для того, чтобы увлажнить и напитать свой волос, поэтому я поняла, что все, так уже, дальше я некуда. Также, что касается выпрямления, мне нравится, когда у меня волос прямой, но тоже сжечь его утюгом, это тоже ничего хорошего, поэтому я искала прям такой вариант, который будет придавать очень ухоженный, красивый внешний вид моим волосам, то есть давать и такую естественную красивую волну, либо кучеряшки, но при этом не будет травмировать мой волос, и поэтому мой выбор пал на вот такой вот наборчик от бренда Симона. Так, давайте распакуем и будем с вами тестировать. Во-первых, мне очень нравится цвет, здесь вот, кстати, такая памятка. Так, в ваших руках ободок Симона, который без вреда для волос создаст красивые волоконы, это самое важное, что без вреда. Так, ободок Симона это легкий способ сделать укладку, разглаживает волосы и не повреждает их при снятии ленты. Кстати, да, вот это хорошо, здесь лента такая гладкая прям, придает гладкости блеск волосам, превращает создание укладки в увлекательный процесс. Да, ну это, конечно, классно. Так, и давайте приступим, здесь что у нас в наборе? Вот такой вот крабик, он нам пригодится, сейчас вам покажу зачем, то есть в процессе создания нашей прически он очень даже нужен. Далее здесь вот такие две резиночки, одна резиночка, вторая и вот сам такой ободочек. Так, давайте приступим, буду вам показывать, как вообще все это делать. Я здесь взяла вот такой вот спрей для волос, для того, чтобы немного увлажнить волосы, чтобы кучеряшки у нас получились более красивые. То есть, в принципе, на влажный волос всегда кудрит более такие ярко выраженные, то есть, в принципе, волос лучше накручивается. Можно, конечно, еще использовать пенку для укладки, но я хочу сегодня, чтобы у меня локоны были не сильно выражены, а такая была красивая, естественная волна, поэтому пенку я использовать не буду, буду просто использовать спрей, чтобы немного увлажнить волос, и чтобы у нас наши кучеряшки получились более симпатичными. Водок, кстати, можно использовать и на ночь, потому что он очень мягкий, это удобно. Я, наверное, буду на волосах часа два держать ободок, как раз, чтобы до вечера, до того, как мне идти за дочей в сад, кучеряшки у меня уже сформировались. Так, беру расческу, и так расческой, сейчас я прочешу волос, сделаю такой более-менее симпатичный пробор, как я обычно делаю. Так, и сейчас будем с вами экспериментировать. Как это мы все будем делать? Я просто эту зеркало тоже подсматриваю. Так, что мы делаем? Мы вот так вот сюда ставим этот ободочек и закрепляем вот этим крабиком, чтобы он у нас никуда не двигался, чтобы нам было удобно накручивать. Далее берем пряди. Вот, допустим, берем первую прядку и просто-напросто вот так вот обкручиваем ободок и сюда вот так заводим прядь. К этой пряди мы добавляем следующую прядь. И таким же образом. И таким же образом вот так вот накручиваем. И вот таким вот образом продолжаем дальше и дальше, то есть берем еще волос снизу и накручиваем. Кстати, если что-то у меня будет получаться с первого раза не очень, то не судите строго, потому что я правда вот первый раз с вами делаю это вместе. Так, дальше берем следующую прядь. Надеюсь, вам видно все хорошо. И накручиваем вот так вот, вот так вот обкручиваем ободок еще раз. Так, далее берем еще одну прядь. Я, наверное, буду пряди такие не слишком толстые брать потоньше, чтобы волос лучше накрутился. Так, вот так вот еще раз заводим сюда. Так, следующую прядку берем следующую прядку и вот так вот тоже заводим вот сюда. Получается тоже волос на этой стороне. Так, и давайте, наверное, еще сюда прядку одну я подкручу. И все, и уже будем с вами здесь закреплять. Так, вот отделяем. Так, и вот так вот еще делаем такой оборот. И вот так вот закручиваем, опять же, проворачиваем полностью до конца. Вот так всю прядь. И берем нашу резиночку, которая идет в комплекте. И вот так вот завязываем, чтобы у нас ничего не распалось, чтобы волосы хорошо держались. Вот так, вот таким вот образом. Можно потом будет вот так это все собрать назад, либо же вот здесь оставить. Так, следующую теперь эту сторону. Также мы крабик оставляем. Теперь я его вот сюда переношу, на эту сторону. И то же самое мы с вами проделываем с этой стороны. То есть вот так вот обкручиваем. Берем еще одну прядь. Так. Опять же, вот так вот накручиваем. Так, еще одну прядь добавляем. То есть, как бы их соединяем. Одну прядь с другой. Опять же, вот так накручиваем. Отбираем еще одну прядь снизу. Так же накручиваем. Надеюсь, вам понятно. Вот так снизу мы берем еще одну прядь теперь. Опять так же проворачиваем. Следующую. Так, и здесь у меня все. Уже осталась одна прядка. И так же накручиваем. В принципе, здесь ничего сложного нет. Очень даже легко все это делать. Так же обкручиваем до самого кончика. И второй резиночкой закрепляем. Так. Вот так вот на несколько раз, чтобы прям резиночка у нас крепко держала наш волос. Вот так. Так, и теперь я хочу вот здесь сзади соединить. Можно, в принципе, вот так продеть сюда. Но я просто, наверное, соединю резинкой. Это уже моя резинка просто. И я сзади вот так вот соединю кончики эти, чтобы мне было удобнее. Волос был убран назад. И мне ничего не мешало. Выглядит это все вот таким вот образом сзади. Видите, у нас все волосы собраны в ободочек. И, кстати, это очень даже симпатично выглядит. Я вам скажу. Можно даже убрать как-то вот так заколочку. Красиво выглядит. Но я, наверное, все-таки оставлю так заколку. Чтобы у нас крепче все здесь держалось. И, кстати, в принципе, даже себе нравлюсь таким видом. Знаете, дома ходить даже очень симпатично. И очень так мило. И, как я вам говорила, пока у меня ободок на голове, хочу с вами немного обсудить ароматы. Вот здесь у меня такая коробочка. И здесь у меня пробники. Именно не отливанты, а пробники. И мы, наверное, с вами вот так на протяжении какого-то определенного времени в каждом влоге будем, наверное, ароматов по 10 обсуждать. И так мы с вами переберем все мои коробки с пробниками, с отливантами. Я думаю, вам это будет интересно. Так, давайте начнем, знаете, с чего? С первого. Это у меня здесь Линтерди от Джованши. Кстати, по поводу Джованши Линтерди. Мне как-то писали под предыдущими видео о том, что ждут от меня обзора на эти ароматы. Чтобы я рассказала. Я, в принципе, очень часто рассказываю про эти ароматы, потому что мне нравится Линтерди в туалетной воде. Это у меня в парфюмерной. Я обязательно такое сниму видео. У меня будет там туалетная вода Линтерди, парфюмерная. Потом Лимитка, которая вышла в этом году. Точное название не помню. Тоже вот Линтерди. Там еще приставка идет такая. И версия Интенс. Наверное, про эти 4 аромата я вам расскажу. Что могу сказать о парфюмерной воде? Мне он нравится. Для меня он такой же ягодно-землянично-виноградный, как, в принципе, туалетная вода. Но он для меня более душный, нежели туалетная вода. Здесь также все это ярко выражено. Ягодки. Но если в туалетной воде для меня там есть воздух, свежесть, то здесь для меня больше сахара, сладости. И он прям поддушивает меня. Поэтому все-таки для меня больше какой-то медовость здесь даже проявляется. Поэтому я больше все-таки люблю версию в туалетной воде. Она более воздушная. Вот, кстати, далее у меня есть парфюмерная вода. Парфюмерная вода мне нравится. Для меня это тульский пряник. Правда, для меня он пахнет чем-то таким медовым, напоминающим мне тульский пряник. Вот такое вот у меня ощущение этого аромата. Следующее, что у меня здесь, это Герлен Сантал Рояль. Вот так вот выглядит пробник. Здесь внутри изображен флакончик. Что могу сказать по поводу этого аромата? Мне он нравится очень. Он очень томный, насыщенный. Это аромат на любителя. Ни в коем случае не советую вам его покупать вслепую. Он прям такой на любителя. Терпко-алкогольно-специевый для меня он. Потом проявляется в нем также нота кожи. В поиске кожных ароматов это было буквально осенью. Мне он очень понравился, потому что я в нем чувствую специи, кожу, терпкость такую, немного сладости. Классный аромат, классный. Советую вам присмотреть. Если хотите что-то такое кожное, но с восточными такими мотивами, я бы сказала, терпкими, то присмотреть классная линейка. Я бы с удовольствием себе купила этот аромат. Но он, конечно, тяжеловатый на любителя. То есть с ним все-таки надо быть аккуратнее. Дальше у меня здесь аромат от бренда Карнер Барселона. Это у меня Тардес. Что касается Тардес, я много положительных отзывов слышала по поводу этого аромата. И покупала себе пробник специально для знакомства. Что могу сказать? Меня он не очень впечатлил. Может быть, пока я его не совсем поняла. Для меня он такой древесный прям. Древесно-ореховый. Прям орешки, древесина. Какой там сливочности, сладости. Он просто для меня древесно какой-то такой ореховый. Очень сухой. Действительно ощущается древесина или орешки прям такие сухие. Не сладкие, не горькие. То есть нету прям такой терпкости. Такой прям классический представитель древесных ароматов. И пока вот как-то я с ним не могу подружиться. Напишите, кстати, как вы к нему относитесь. Для меня прям это вот древесина и все. Как-то не... Потому что в Пала Санта у меня, допустим, есть также этого бренда. Я ощущаю там молочные какие-то и древесные, и орешки, и сгущенку. То есть здесь просто древесина. Все, больше ничего. Так, что у меня здесь далее? Далее у меня здесь вот такой вот лакост. Пур Эль. Это у меня спарклинг. Вот такой вот розовенький. Внутри выглядит таким вот образом. Кстати, очень такой приятный девичий аромат. Прям такой розовый девичий аромат. Но, видите, у меня желания не возникло. Но мне кажется, для девушки, для юной, будет очень классно. Даже не то, что я тут разделяю как-то по возрастам. Но мне кажется, просто у него настроение какое-то такое игривое. Девчачье. Либо, если у вас такое настроение, то очень подойдет. Для меня прям он какой-то жвачный такой. Жвачный, ягодный. Но при этом беспритерность. Приятный, сладенький, девичий. В нем нет ничего такого сложного, какого-то необычного. Но он просто такой стандартный компотик. В хорошем смысле того слова. Далее у меня здесь тоже лакост. Это Пур Эль. Также магнетик. Кстати, про него я много положительных отзывов слышала. Очень его, девчонки, многие хвалили. Что могу сказать я? Для меня он такой же ягодный. Но как будто бы здесь я уже слышу не то чернику, чернику, малину. А что-то вот такое, более такой ярко выраженный ягодный. Он тоже сладкий. Он тоже приятный. Но здесь, конечно, уже больше сладости. Если здесь такая прям девочка-припевочка, то вот эта версия уже больше на прохладу. Потому что он более такой насыщенный, более тягучий. Но тоже, кстати, очень приятный. В принципе, такое у него классическое, хорошее, люксовое звучание. В принципе, лакост достаточно бюджетный аромат. Он что-то между, наверное, масс-маркет и люкс. Но, в принципе, звучание у него неплохое. И за его деньги очень даже достойный. Кстати, у магнит-косметик очень часто бывают скидки на лакост. Поэтому присмотритесь. Потому что, в принципе, если вы любите такое сладенькое, компотное направление, то вам он понравится. Так, далее, что у меня здесь? Здесь у меня Норсис Родригес. Амбре у меня, в принципе, есть. И полноразмерный флакон. Я про него вам рассказывала. Вообще, он как бы заявленный, как такой летний аромат. Отпускной. Но... Ммм, такой приятный. Я бы не сказала, что он прям для меня на жару. Потому что все равно здесь есть такая сладость. Немного мускуса Норсис Родригес. Но при этом он такой, по настроению, да, в стиле вот этих всех террешных ароматов. Но интересный. Мне он и терракоту чем-то отдаленно напоминает. А в терракоте для меня больше цветов, больше жасмина. То здесь как будто больше иланга. Немного кокосик даже я ощущаю. Вот такие какие-то средства от загара. Приятный такой сливочный прям иланг. Вот такая какая-то сливочность. Тоже такой интересный. Кстати, вот у него вышел фланкер. Еще новый аромат. И насколько мне писали девочки, в моей зрительности, что он похож, в принципе, на этот. Поэтому смысла какого-то там в покупке нет. И, кстати, здесь у меня еще лакост. Пурфан. Я давно хочу себе его приобрести в коллекцию. Я знаю, что это попсятина-попсятина. Но почему-то меня прям к нему тянет. При этом на мне он нестойкий абсолютно. Может, это меня и отпугивает. И знаете, как что интересно? Для меня этот аромат очень интересный. И иногда он мне даже выдает какую-то немного табачную ноту. Но при этом не прокуренность. То есть не ярко какие-то выраженные неприятные запахи сигарет. Нет. А именно такая какая-то прокуренность стильная. Я еще не знаю, как это даже назвать. То есть сам аромат такой casual. В нем есть даже какие-то замшевые такие аккорды. И такой табачности приятной, легкой. Поэтому, в принципе, не считая того, что это не новый аромат, что он очень популярный. Но он не теряет своей актуальности. Он очень актуальный, очень приятный. И, в принципе, считаю, что достойный аромат. Так, что у меня здесь дальше? Здесь у меня дальше Герлен. Это у нас Мон Герлен Спарклин Букет. Я вам про него рассказываю, что мне этот аромат не очень впечатлил. Он, по сути, похож на своих прародителей. Похож на классический Мон Герлен. Но здесь больше цветочков. Он более такой для весны. И вот, наверное, вот это мне не очень нравится, что здесь больше цветов. Да, больше воздуха, больше свежести. Но все-таки парфюмерная вода классическая Мон Герлен мне нравится больше. Но если вы любите такое более воздушно-цветочное направление, но при этом вам вообще нравится база Мон Герлен, то, в принципе, на такое более теплое время года имеет место быть. Далее у меня здесь тоже Мон Герлен. Это у нас Blooming of Rose. Это у нас тоже вариация такая, только уже с розочкой. Тоже приятный для любителей роз. Он для меня более такой карамельный. Роза прям такая для меня здесь сладкая. Да. Классический Мон Герлен, только с добавлением такой карамельной немного розы. Роза прямая, очень такой шлейфовый. Но мне все-таки нравится парфюмерная вода больше. Так, и давайте, наверное, еще, может быть... А, ну вот у меня, кстати, остался один из этой линейки. Это версия Intense. Intense я хотела себе купить, но потом передумала, потому что все-таки он тоже очень схож с классической версией, но при этом он такой более ядреный какой-то, насыщенный. И для меня иногда слишком. То есть в нем больше как будто бы сладости, более такой терпкости. Поэтому все-таки нет. Я хотела еще его купить, но потом все-таки поняла, что классическая версия мне нравится больше. Да, у них отличия есть, вот с этой насыщенности, сладости. Как будто бы для меня Intense более сладкий. Но все-таки решила не покупать. Вот, на этом, наверное, пока... А, кстати, давайте еще вам, наверное, покажу Изю. Вот бренда Sisley. Это у меня классическая Изя здесь. Такая вот красота. Кстати, удивительно, что 1,4 миллилитра. Полтора миллилитра здесь прям обалдеть. Очень много, конечно, для пробника. Что касается этой Изи, это очень приятная розочка. Я ощущаю прям влажность какую-то в ней. Она такая юная. Вот только-только она расцвела. Какие-то как будто бы фрукты, цитрусы. Чувствую вот такие какие-то тоже аккорды. И мне эта Изя, кстати, очень нравится. Также у меня была Изя Лайн Луид, новинка. Но, к сожалению, у нас в моей коллекции ушла, потому что для меня она оказалась уж очень насыщенная. То есть, знаете, даже он мне понравился, этот аромат. Он красивый, но он более такой какой-то классический. В том плане, что я представляю его девушке, которая часто носит платье, какие-то такие женственные образы. А так как, в принципе, такого в моем гардеробе мало. Я люблю что-то casual, спортивное, либо спортшик, вот что-то вот такое. Поэтому мне не очень уместен этот аромат, потому что он как-то не сочетается со мной. То есть, отдельно я, отдельный аромат. Я такого не хотела, поэтому, к сожалению, он с моей коллекции ушел. Вот. А вот эта Изя, я бы, наверное, себе ее приобрела, потому что она такая больше по настроению подходит мне. Она какая-то более юная, более воздушная. И я думаю, в принципе, подойдет под любой образ. Так, девчонки, пока я, наверное, отключаюсь, пойду сейчас займусь домашними делами. Пока погреб готовлю, приберусь. И похожу пока с ободочком. Кстати, очень удобно, ничего не тянет, ничего не дает, в принципе, очень даже комфортно. И вернусь к вам совсем скоро. У вас это пройдет буквально пару секунд. У меня это пройдет, наверное, часа полтора. Сейчас у нас три часа дня. Я, наверное, часов до четырех или до полпятого похожу с ободочком. И вернусь к вам, как раз распущу свои локоны и уже пойду за дочей в сад. Но, в принципе, на первый взгляд, вот по использованию очень удобно, очень так интересно, что волос собранный. Мне нравится. Так что ждите результата. А я пока пошла заниматься домашними делами. Девчонки, я к вам вернулась для того, чтобы уже распустить волос. Сейчас буду собираться. У нас прошел час времени. Если быть точной, то час десять. Давайте будем распускать, посмотрим. Я думаю, что за такое время должна быть такая естественная легкая волна. То есть не прям кудри. Потому что для того, чтобы были кудри, думаю, надо хотя бы часа два-три подержать. Лучше, конечно, даже на ночь. Но, тем не менее, давайте сейчас мы с вами распустим и посмотрим, что у нас получилось. Так, снимаю резиночку. Так. Сниму сначала резиночку тут, а потом мы с вами вот так прям сверху снимем. Так. Здесь снимаем резинку. Очень мягко, так комфортно. И вот так вот сверху мы вытаскиваем. Видите, волос хорошо скользит по вот этой ленте. И смотрите, что у нас получилось. Ну да, как я вам сказала, такая очень красивая, легкая волна. Очень так красиво. Мне нравится. То есть, в принципе, такого я и хотела, чтобы была легкая волна. Если вы, конечно, хотите более, чтобы были такие ярко выраженные кудри, тогда вам нужно, конечно, подержать подольше. Часа три, может, и побольше. А так, смотрите, очень симпатично. Очень так приятно. Волос выглядит хорошо. В общем, я довольна. Как вам пишите. В общем, я осталась в восторге. Даже сейчас было домашними делами. Очень удобно заниматься, потому что волос убран. Но это все симпатично. Выглядит красиво. Поэтому, девчонки, я прям в восторге. В описании под видео я вам оставлю ссылочку на инстаграм-страничку магазина Симона. Проходите, смотрите. Очень интересно. Кстати, ободочки такие представлены в разных оттенках. Поэтому вы можете выбрать для себя любой оттеночек. Мне кажется, это классно. И я прям, девчонки, осталась довольна. Так, сейчас соберу как-нибудь вот так волос. И пойду за дочи. На этом уже буду заканчивать данный влог. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. Огромное спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, это видео было вам интересно. И, возможно, даже в чем-то полезно. Всем прекрасного дня, вечера. Какое у вас сейчас время суток. Всех вас очень люблю. И встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока. Продолжение следует.